Всем привет! С вами Юлия Кудрявцева с итогами недели на Луки.ру. И сегодня в выпуске. Сергей Гусев стал секретарем Великолугского отделения партии «Единая Россия». В ДКЛК прошел концерт в честь юбилея школы номер два. Участники городского студенческого совета навестили уклонистов от службы в армии. 15 ноября состоялась 10-я отчетно-выборная конференция Великолугского городского местного отделения партии «Единая Россия». С отчетом о работе политического совета партии за отчетный период выступил секретарь политсовета Великолугского городского местного отделения Сергей Гусев. Свой доклад он начал с того, что отчетный период был насыщен политическими событиями, как на федеральном, региональном, так и на местном уровне. Также в своем выступлении Сергей Гусев остановился на той работе, что была проделана местным отделением партии по улучшению качества жизни горожан. В частности, речь шла о реализации партийных проектов и программ, таких как «Народная программа», «Народный контроль», «Детские сады», «Дети». На конференции также прошли выборы секретаря местного отделения. Было выдвинуто три кандидатуры – Сергей Гусев, Владимир Иванов, Василий Журко. Абсолютным большинством голосов было решено продлить полномочия Сергея Гусева. Парень, решись. С таким лозунгом девушки городского студенческого совета обратились к молодым людям, уклоняющимся от службы в рядах Вооруженных сил России. Ежегодная патриотическая акция прошла в Великих Луках в рамках Всероссийского дня призывника. Активисткам предстояло посетить несколько адресов, по которым проживают самые злостные великолукские уклонисты. Как рассказала Лукиру специалист отдела по молодежной политике Екатерина Накиткина, в нашем городе на сегодняшний день насчитывается порядка 230 парней, не желающих проходить военную службу. Председатель городского студенческого совета Ксения Константинова пояснила, что акция подразумевала не только рейд по уклонистам, но и проведение познавательных бесед. Самая главная цель нашей акции – это воспитание патриотизма в молодых людях. Для нас, девчонок, да, вот, наверное, странный вопрос, почему девчонки участвуют в этой акции, потому что для нас, девчонок, важно, чтобы рядом с нами были настоящие мужчины, и чтобы были действительно достойные мужчины, и чтобы они смогли защитить свою родину. Как вы видели, на улице города мы останавливаем парней, которых еще не совсем достигли возраста призывника, и стараемся обратить внимание на то, чтобы парень задумался. Скажем так. Торжество по случаю 60-летия школы номер 2 прошло 16 ноября в ДКЛК. На встречу собрался весь ученический и педагогический состав школы. Выпускники прошлых лет, коллеги, друзья и просто те, чья дорога так или иначе пересеклась с этим учебным заведением. Директор школы Игорь Кремков поведал корреспондентам Лукиру, с какими успехами школа подошла к своему юбилею. На каждом этапе, наверное, свои успехи. Что можно говорить сейчас? Сейчас у нас школа конкурентно способна на рынке образовательных услуг города Великие Луки. Единый государственный экзамен. Мы идем, во всяком случае, хорошо, в шестерки лучших, поэтому практически по всем предметам. Это тоже показатель. Теперь далее мы реализуем разного рода эксперименты. Это долго рассказывать, конечно, но тем не менее. Школа работает сейчас над информатизацией учреждений образования. Вот такой проект у нас существует. Если говорить в воспитательном плане, да, воспитательная работа мы не забываем. Хотя, ну как это говорить, если мы ушли бы только в одно образовательное, это было бы немножечко образовательное. Это однобоко. А так как у нас сейчас и воспитание мы не забываем, это показать вы увидите сегодня на сцене. Многое изменилось, конечно, но школа не должна стоять на месте. Мы изменяемся как внешне, так и внутренне. То есть, что говорим про внешне? Это кабинеты изменились, оборудование появилось новым. У нас сейчас стопроцентная обеспеченность компьютерами по всей школе. Существует интернет, существует в каждом кабинете. Интерактивные доски, ну пока и сейчас у нас не во всех кабинетах и проекторы. Но это дело ближайшего времени. Это мы сделаем. Это те инструменты, которые помогают учащимся и педагогам достигать более высоких результатов. На протяжении 50 лет ЗАО ЗЭТА является социальным партнером школы номер 2. Советник генерального директора, почетный гражданин города Великие Луки Иван Алексеев рассказал Лукиру, что силами ЗАО ЗЭТА на сегодняшний день в школе произведены многочисленные ремонтные работы. Закуплено новое современное оборудование. Ну, завод всегда помогал раньше. И сегодня наше предприятие тоже оказывает посильную помощь и в ремонте, и в других делах. Ну и хотелось бы, чтобы выпускники школы учились бы техническим специальностям и потом приходили работать на наше предприятие. Мы их ждем, потому что иначе нам приходится завозить инженеров из других городов. Нынешние ученицы 11-х классов Леона Гоголева, Алина Сахманова и Полина Гутман с восторгом отзываются о своей родной школе. О будущей профессии и веселых школьных годах они рассказали Лукиру. Я хочу сказать, что благодаря школе я нашла то дело, которое нравится мне. Это, наверное, самое главное. Я хочу поступать в театральный институт. Это я поняла благодаря школьным мероприятиям. Праздник осени, Новый год. Это все прекрасно. Я собираюсь поступать вообще, скорее всего, в МВД. Ну, как бы мне нравится общество, изучать его. Вот. И я темно-направленно учу это. Я люблю больше химию и биологию. Следовательно, я хочу связать свою жизнь с людьми, то есть помогать людям. Доктор – это не менее важная профессия. Добавим, что в рамках мероприятия присутствующие почтили память педагогов, ушедших из жизни. А также вспомнили выпускников школы, добившихся немалых успехов в общественной, культурной и образовательной деятельности. В рамках проведения Всемирного дня памяти жертв ДТП в городе Великие Луки в воскресенье 18 ноября юные инспекторы дорожного движения из лицея номер 11 у здания филиала Псков ГУ раздавали пешеходам и водителям листовки, призывая соблюдать правила дорожного движения и выпустили в небо черно-белые воздушные шарики, символизирующие память о погибших в ДТП. В 11 часов утра от здания ГИБДД стартовал заезд в памяти жертв ДТП. В сопровождении наряда ДПС машина-эвакуатор с поврежденным в аварии автомобилем, который служил неким напоминанием водителям об опасности на дорогах. В заезде приняли участие заместитель командира отдельного взвода ДПС Алексей Николаев, старший инспектор Валерий Федоров, инспектор ДПС Андрей Аксенов и другие сотрудники. Автомобили с российскими флагами и громкоговорителями проехали по проспекту Ленина, Октябрьскому проспекту, на дружбу. На этом все. С вами была Юлия Кудрявцева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова